Государство наше развивается, государство наше молодое, будем с вами отчитывать все-таки наше государство от 1991 года, может быть, 93-го некие историки считают, потому что некие переворотные события произошли в 1993 году, в октябре месяце. С моей точки зрения, ревизия законодательства, она необходима всегда, потому что многое меняется, меняется жизнь, меняются отношения, появляются новые люди, должны появляться некие новые правила, которые регулируются нормами российского права, в том числе и главным законом Конституции. Я, как специалист в области жилищного законодательства, коммунального законодательства, говорю и везде выступаю, что именно жилищный кодекс Российской Федерации, 261 закон, 190 закон, ну и далее через запятую, не просто должны подлежать ревизии, а как можно быстрее осмыслению, переписыванию. Но сначала надо обсудить концепции новых подходов, потому что чаще всего у нас теория, теоретические основы создания законодательства в России не отсутствуют. Мы видим уже практически написанные документы, которые вносятся в Государственную Думу и не обсуждаются начальные посылы. А что мы хотим новым законодательством регулировать? К какой цели мы хотим прийти? С моей точки зрения это неправильно. Поэтому я думаю, что если Дума начнет заниматься такой ревизией и будет делать конструктивные предложения, как можно выстроить в дальнейшем законодательство в Российской Федерации для достижения цели, а достижение цели у нас основное, это благополучие российского народа, это его более уверенный взгляд в завтра, а не назад, как у нас чаще всего сегодня смотрит народ, вспоминая историю Советского Союза и как ему жилось тогда с той социальной защищенностью. Поэтому, наверное, назрело время, когда надо реализовать и Конституцию, и многие законодательные акты.